Рядом он не начал Фанника бить, Фанник сам вышел и решил, что будет... Ой-ой-ой, Йол, Йолу больно, здесь же Сидо, Йолу действительно больно, Йола расстреливает хвост, Лип за гонку, за Йолом и это ферс-класс! Отличная стрела от хвоста. Так, на что Дэнди на Йолу опять прыгает, получает стан и Йол сбирает баунтиру, ну, кстати, от Дэнди Мона сейчас она получает. Там у нас на этом он получает, слушай, ну и Дримс Бойл, и Йол пытается сделать пауз, и баш. Из Virtus.pro они уже забрали с Кир-2, ее уже поджигают, не будем забывать, что клефа нет. Фанник, Фанник баш по БЗЗ, но под вардами траться, Фанник! Вот он купол, БЗЗ погибает здесь, вот, постарались много не тратить, ну, совсем немного до того, как Тауэр этот упадет. Так, Фанник, БЗЗ очень больно, СДД настреливает хвост, и минус БЗЗ. А Дэнди минус Ликантроп в миде, и здесь же Йол, Йол, станку в Ванскору, Дэнди на развороте. И это уже 6-0. Смотри, Курион залетел, да, чик, на минус Ванскор. А Дэнди, а Дэнди поймать? Нет, Дэнди не ловит. Нет, Дэнди не ловит. Фанник, пытается уйти, Гот, ну и Гот здесь его, конечно, не должен пускать. Гот. Неужели уйдет? Нет, все, что. Такой вообще этот пёс, ты посмотри, какой он здоровый. Да это вообще собака-барабака такая. Так, закрыли ванскоро. Седой, учил дейтмейл. Стрела, Гот, залетает, Копол, отличная от Паника, по-троим. Здесь залетает Мистик Флэр, Гот, а нет, это по 4-м, по 4-м, Копол, хвост прыгает, минус 1. Минус 2 накрапирует, жизнь неплохая, Седой, Седой, пока живет, хвост расстрелит его, ультвеномастер, залетел, хвост берется, 1-3. Квост погибает, это 3-2, но тут Дэнди. Пак хорошо залетает и начинает сейчас руки добивать Рома, есть арбат, минус 1-2. Ну и Дэнди уже сделал триплкил и будет добивать, наверное, Йола, должен идти дальше за ним. Да, у Дэнди все готово, Дэнди готов добивать. Это ультракилл. На 15-й минуте ультракилл для Пака. Да, ну и вроде как Виртус Про должны давить, а давить у них не получается, потому что они уже проигрывают 13-5. Йол поймал, тут же Мистик Флэр. Йол, Йол, Эдминс Йол. Да, и там с Борисом Ким хорошо затрусил, затрусил он, кстати, нужного героя. БСЗ, вот он успевает поражать ульт, и проблему вошла хроносфера. Фаник, фаник горит, и БСЗ он должен здесь забирать, но еще тысячку нет. БСЗ живет, тут Башек проходит, Башек проходит БСЗ. БСЗ, как хорошо, если ты делай на Балкин ультой. Да, ультвенник там нанес урона больше, чем мы ожидали, ребята из НАВИ. И это только начало, а у продолжения будет, когда появится еще один кусочек. И когда Веномайсер начнет ультить с Аганимом, вот тогда НАВИ действительно почувствует прелесть этого героя. Я смотрю, слышал, сейчас Фостер по военным скринькам. Ну и Дэнди врывается, Дэнди делает монстр киллы, Дэнди продолжает воевать, он нападает на Сидова. Еще один фраг, но тут уже Фостер риет. И, вот он спас с хвоста. Там Вард замедлил, куда ж волки назад побежали, что это было? Фосту оставалось буквально... А его пеньки забили, просто пеньки убийцы. Подожди, а как фраг сделать Веномайсер? Что-то подъедом был? Как 0 года. Дэнди должен делать еще один фраг сейчас Дэнди. Не делает не Дэнди фраг, делает фраг, точнее убивает Аегис у нас Аскара Смак. Ну и что дальше? Слушай, там эти волки с пеньками, это просто какая-то грязь. Там Фосту телепорт только, что сбили. Он пытался на вышку забрать. Вышку он забрал, но что дальше? А дальше Венник промазывает гелем. Ок. Дэнди сбежать. И Хвост уходит, и ФНГ уходит. Да лол. Да, серьезно. Да, оба ушли. И в итоге никого-никого не смогли здесь забрать ребята из Virtus. Да, это еще мало того, кто с Туэнди прыгает, хитирует БЗЗ. БЗЗ не успеет, ничего сказать, а не успеет. БЗЗ, Бостон ультимей перед смертью, красавчик БЗЗ. Дэнди год-лайк, хвост минус. Но Хвост там догорел и действительно уходит оттуда. Чуть-чуть не хватает кончика практически. Да, таким героем, который есть у Нави, Венник действительно достаточно серьезно способен испортить настроение. Нападают нас на Йола. Йола начинает ручками, ручками. Хиксуля залетела. Седой. Обоялся. Обоялся Дэнди. Ну, правильно, Нави знают так же, что допускать ошибки нельзя. Можно тупо заиграться и, собственно, погибнуть. Но ФНГ отлично. Врывается. Очень хорошо прочувствовал, где вот сейчас находиться противник. Но вот у ФНГ сейчас тут проблемы. И... Ой, да ладно, Орхит. Ну, Лиса, Лиса, монсирует. 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 Опа-опа-опа. Беги. Очень жестко успевает уйти. Ну, там микротайминг, ты видел. Там доли секунды у Даггера кулдаун, потом корни, потом еще. Итак. Эдва Тавра. Возле него находится Йол. И рядом также были ребята из команды Нави. Фаник. Фаник просто стоял ему. Залетел он на полстопа. Слушай, его сейчас сожрут. Его тупо сожрут. Вот так вот. Минус Фаник. Но виноват с этим временем погиб, потому что с другой стороны запрыгнули Дэнди вместе с Фангэ. Здесь же жжет. Еще один двойной мультикат. Минус Фанкор. Кот за хвостом. Хвост пытается уйти. Дэнди тут же. А-а-а. И Фангэ тоже пытается убежать. Просветка видит Фангэ. Фангэ. Линхау. Ты посмотри, у нас фаргу года поймали. Года внизу убивают. Ну там просто через хроносферу и Мистик Флэйр без каких-то там шансов для Эликантропа, естественно. Ну а тут у нас триод хвост. Хвост в очередной раз прожимает БКБ в миде. Начинает отбиваться от Седого, потом отбиваться от Йола. Хвост, ты понимаешь, что просто на нее напали, он развернулся и начал всех убивать? Ну потому что у Седого еще нет таких толковых артефактов на дэмэдж, там все-таки Орхид, да, добавляет, но не так как делать. Жоат и админ жос. Да, ну у нас тут все сейчас достаточно интересно выглядит. Да, затишли на карте, так, Фангэ, понял, что его видно. Пока еще. И вот не знаю, что делать. Вот этот Йолк тут, конечно, дает очень много. Ну, в принципе, да, все понимают, что сейчас у него еще два ручка. Ара на БКБ, купол, купол. Там Паник, посмотри, хороший купол выдает, по троим попадает, туда еще и не секвейр заливает. Ну и хватит ли урона БКБ. Все живы, все живы абсолютно. Паник погиб, Фангэ погиб, Банскот погиб, Хвост погиб и Дэнди тоже погиб. И это 5 в 1. И без БКБ очень сложно выживать. Даже если ты выживаешь, то тебя, ну, ненадолго хватает. Например, от какого-то аппарата, только домашка побольше. Дэнди на Йола, здесь же БКБ в сайленсе. И БЗЗ, БЗЗ пытается все еще жить. Вот он, Паник, Баш и... Это не Баш, а Стрела-то, по-стаю, это минус... А нет, это Баш. Нет, это был Баш, да. Стрела просто не в кулдал, они делают два фрага, забирают вышку и зарабатывают денежку. Много денежку. Скушал Ванскор на нижней линии в соло, не прожимая опять-таки БКБ. А, не, прожимая, прожимая, извините. Вот так вот. А почему БЮ нет? Отсутствие Мистик Флэра это уже огромнейший голос. Ижелинная стрела в Волка. Ну, пока не рискует 2П. А зря, зря. Надо было постараться сейчас с пачкой клепок зайти. Были пеньки, были Волки. Года-года пытаются пробивать. Тут Абистол Блейд по Дэнди. Ой, как же долго трансформируется лицо. Фаник? Что с лицом Фаник? Это просто жесть. А у Волка по-прежнему Аигис имеется. И хвоста тут тоже зарутали. И хвоста тут тоже могут сейчас пытаться забирать. Хорошо ФМГ подстрелил свой тиммейт. А что хвостом случилось? Как он быстро умер? Я не знаю, как он быстро умер. Почему у него закончилось хп? Хвост погибает моментально. Здесь байбэк есть от Фаника погоня за Йолом. Тройной мультикаст и двойной мультикаст на голову Дэнди. Купол Фаник вынужден тратить. Пытается убить Йола. Появился Дэнди. Фаник забирает Тикроновикона. Смотри, как контролят. Как контролят Опермага. И еще мультикаст. Но у Фаника там половина уходит в бэктрек. Проблема в чем? Проблема в том, что Год в это время ушел убить Эншентов. Ну и посмотрим. Поэтому нужен кто? Ой, 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 смотри. Сейчас начинают убивать Фаника. Фаника роняют. Фаник в Абисо. Фаник минус. А у Фаника что? Правильно. Фаник запрыгнул Фаник. Фаник и неужели... А что, третийникрат? А они не успели добежать. Вот, сейчас только увидели здесь Фаник. Фаник. 50 секунд, это КП у него. И Фаник тут выкопается, да. Докопался он в результате до САУХа. Ну что, и Нави понимают, что их один из возможных шансов это попытаться засплитить, чтобы хотя бы линии отпушить. Чтобы, возможно, ВП побояться заходить. Но ВП не должны бояться. ВП заходят. Они знают, что Фаник только-только делал байбэк. Сынкин прыгнул. Умер. Тут же, Жот не спрашивает. Дэнди прыгает. Жот на убили. Хвост. Хвост. Не надо ему стрелять по плейдмейлу. Это он уже понял. Гот побежал бить хвоста. Но там есть по прежнему Эггис. Барак обид упал. Второй нарезает. Никон Мико. Он просто попадал. Три мультигаза залетает. Хвост отзвук. И Хвост еще трифтишку поймает лишнюю. Это минус хвост. Тут же байбэк. Барак падает. Тем временем в миде пытается Гот Греставер. Есть лифт. Двое игроков в Нави в Таверне. Только-только выкупился хвост. И в миде надо, надо ВП продолжать. Может даже на Кнопа попытаться пойти. Гот в Лейхис. Можно на миде. Гот ВКБ не надо было. Надо было... Да, нормально, нормально, нормально. Он забирает фото. Виномастер! Виномастер влетает в троих. Да и не смотри, что он сейчас умрет. Потому что команда Нави теперь не способна драться. Я просто смотрю на количество минус статов на хвосте. И страшно становится. Он просто умирает. Гот, пока... Гот, Гот. Он скоро в Кикси. Один удар старт по Дэнди. Мучикасы. Минус Дэнди. Сразу. Это минус 4. Тут же байбэк от Фака. Гот, третий сауэр падает. Ну, и еще буквально пара ударов осталось по Бараку сделать. Гот, стрелу поймал. Седой добивает Барак. Просто донести сторону. Просто донести сторону. Нельзя. Мне надо бить Дэнди. Надо добить сторону. Вот, добивай сторону. Да, этих хвост двоем живых. Все. Фаста тоже почти довели. Ну, хвост уже не стал бодаться. Возможно, это уже ГГ. Хотя, Na'Vi пока еще пытаются отковыряться. Но я не вижу аута. Женя, Шива, Паник забирает. И это ГГБ. Гуд гейм. Уэлплейт. Виртус Про побеждают Na'Vi. Как закручивается у нас все в группе B. И теперь все в руках команды Сикрет. Но если Сикрет выигрывает сегодня у филиппинцев и завтра у Na'Vi, то у нас будут переигровки. У нас будет круг переигровок с правилом... А если Сикрет проиграют всем? И Na'Vi, и филиппинцев? Если Сикрет проиграют и Na'Vi, и филиппинцев, то Сикрет и Na'Vi, и филиппинцы выйдут из группы. У них будет по две победы. Прикольно.